Что это такое? Что значит любить себя, где лежат пределы этой самой любви? И самое главное, как их отличить от бесконечного количества слов, которыми мы пользуемся и привыкли пользоваться? Ну, например, вот что такое эгоизм? И чем он отличается от самолюбия? А что такое эгоцентризм? И каким образом он отличается от самолюбия? Или вот нарциссизм? Крайняя степень любви к себе. Кто помнит легенду о нарциссе? Это Джон Уильям Уотерхаус. Все началось как раз с нимфы Эха. Нимфа Эта была несчастной лесной нимфой. Потому что однажды с ней заигрывал Зевс, и она ему отвечала. И мстительная и ревнивая Гера сделала так, что она не могла заговорить с мужчинами в первую очередь. Не помню, с людьми вообще или только с мужчинами. Помню, только с мужчинами. Она должна была молчать, а отвечать на вопросы она могла лишь одним способом. Повторяю последние слова, фраз вот этих самых мужчин. И однажды она увидела в лесу стройного красавца-юношу. Необыкновенной красоты. А нарцисс заблудился. Он действительно очень, наверное, любил себя, но миф об этом не повествует. И он крикнул, эй, есть здесь кто-нибудь? И в ответ раздалось здесь, разумеется. Иди сюда. Сюда. Ответило эхо. Вроде бы смотрит нарцисс по сторонам, никого не видит. И удивленно этим он закричал. Сюда, скорее, ко мне. И эхо радостно откликнулось. Ко мне. И выбежало из лесу. Но юноша ее оттолкнул. И поспешно скрылся в темном лесу. И туда же спряталась и красавица-нимфа. Она страдала от любви к нарциссу, никому не показывая. И только печально отзываясь на всякий возглас несчастья, раздающийся в лесу. Ну вот и многие нимфы еще стали влюбляться в него в этом лесу. Он отторгал их любовь. И однажды одна из отвергнутых нимф воскликнула. Полюби же и ты, нарцисс. И пусть тебе не отвечает заимностью человек, которого ты полюбишь. Конечно, пожелание нимфы услышала их покровительница, богиня любви Афродита. Весной, во время охоты, нарцисс подошел к ручью и захотел напиться студеной воды. Вот. И, как вы помните, увидел в воде свое отражение. И по-настоящему, искренне в него влюбился. Нарцисс целовал свое отражение. Перестал спать, любуясь самим собой. Простирая руки к своему отражению, воскликнул. О, кто страдал так жестоко. Нас разделяют только полоска воды. И все же мы не можем быть вместе. Выйди из ручья. И потом вдруг понимает, о, боже, я боюсь, не полюбил ли я самого себя. Видя, как страдает нарцисс, прекрасное эхо воскликнуло к Афродите. Нарцисс умер. И в лесу появились прекрасные цветы под названием нарцисс. Я бы сказал, что кто-то должен повторять твои слова, миру, как это делает эхо. Я имею в виду не нимфу, а эхо в горах. Собственно говоря, именно от имени нимфы это слово и возникло. Первоначально греческое эхо. Кто-то должен слышать наши слова. И повторять их. И не случайно совершенно то, что Гера заставила делать эхо, то есть повторять последнюю фразу, является просто великолепным способом внушения, особенно мужчине. Потому что при этом мужчина начинает чувствовать свою значимость. Мужчина говорит слова, то есть производит какие-то смыслы. А женщина не то, чтобы воплощает их в реальность. Она как бы позволяет им или какой-то их части воплотиться в реальности. Это же мастер Маргарита, если хотите. В некотором смысле Маргарита, конечно же, эхо мастера. Правда, ну что она может, кроме заучивать наизусть и повторять фрагменты романа? Вроде бы. Но с другой стороны, роман написанного мастером, разумеется. Но с другой стороны, если бы не существовала Маргарита, и роман бы не нашел в своей жизни, что в реальности того, что сделала Елена Булгакова, что в реальности самого романа. Да, она превратилась, если хотите, в нимфу, в более позднем средневековом понимании ведьму, ради того, чтобы мастер обрел вечную жизнь. Эхо сделало это для нарцисса по той простой причине, что она превратила его в цветок. И в некотором смысле цветы, которые напоминают о легенде о нарциссе непрестанно, они вечны, правда? Ну, конечно, может быть, с земли когда-нибудь исчезнут нарциссы тоже. Но пока этого вроде бы не предвидится. Главным образом, почему нарциссизм не является любовью к самому себе? Потому что он абсолютно непродуктивен, как в самом прямом смысле оставления потомства, так и в смысле моральном или духовном, или каком угодно другом. человек замыкается на самого себя, забывая о том, что какие-то части его души должны звучать. Ну вот как бы вы меня не трогайте, а я как-нибудь сам проживу. И уклоняются, я имею в виду, конечно, и юноши, и девушек, и от любви, и от близких отношений. Мы с вами много раз возвращались к этому вопросу. И это, по сути, своей нарциссизм. А наслаждение, или попытка наслаждения этой замкнутостью, без попытки придать какую-то осмысленность своим словам. Они же мысли, которые существуют в душе и уме человека. И это значит, что он бежит от самого себя. От собственного звучания в мире. Какой бы смысл не придавать слову звучание. Вот был такой французский художник 19 века. Его звали Агюст Талму. И вот есть у него такая картина «Поцелуй». Ну, разве это не нарциссиха такая? Для меня человек – существо телеологическое, целеполагающее. Вот для меня принципиально то, что любовь к самому себе имеет какую-то цель. И эта цель всегда лежит в других людях и в другом человеке. Или в другом человеке одном, по крайней мере, как минимум. Не может быть целей внутри себя. Да, я не знаю. Гениальный интроверт создает переменный ток. Ну, переменный ток он создает в любом случае не для себя. Он их создает для людей. Правда? Он его создает для людей. Правда? Никогда нельзя забывать, что существует эта пара. Нарциссу не нужна эхо. Она любит его, а он себя. Между прочим, это не такая уж редкая ситуация. Господам, которые занимаются селфи, нужен отклик. Нужна значимость. И точно так же, как я, ну, да, наверное, ну что. Люди, снимающие селфи, если они размещают их в сети, нуждаются в лайках. Это все знают. Правда? А лайки – это эхо. Попытка моя добиться своей собственной значимости среди других людей с риском до жизни иногда. Да, мы все это знаем про селфи. Настоящий нарцисс будет сидеть дома с родителями и никакого селфи делать не будет. А вдруг скажет, кто-нибудь скажет, что оно недостаточно красивое. Не нужны никакие селфи истинному нарциссу. Это инфантилизм, да. Это детский способ простым путем добиться значимости. Это поиск волшебной палочки, да. Но это не нарциссизм в чистом виде. Это самолюбование. Я это хвалю? Нет. Я совсем не считаю, что это какой-то патологический процесс. Потому что, на самом деле, там же вот в видеоматериале, который есть у нас на сайте, там я говорил, что селфи – это огромная традиция автопортретов, которая существовала во всей эпохе человечества. Это попытка увидеть самого себя со стороны, пусть даже и своими собственными глазами. Это попытка создать эхо. И она может быть очень разной степени сложности. Правда ведь в том заключается, что если я действительно высовываюсь на видео или сижу в эфире, то в любом случае в этом есть элементы самолюбования. Пусть даже с некоторым страхом от самого себя. Несомненно. Однако, это же важно, вот те тексты, которые я создаю, чтобы они каким-то образом будили вашу мысль и оставались вместе с вами. А иначе мне некуда деть эти тексты, которые крутятся у меня в голове. Можно ли это сделать без некоторого элемента самолюбования? Можно ли писать книги без некоторого элемента самолюбования? Можно ли выставляться художнику на выставке без некоторого элемента самолюбования? Может ли дирижер дирижировать огромным оркестром без некого элемента самолюбования? Нет. Это абсолютно естественная и важная часть человеческой жизни. На картине Караваджо всегда некая принципиальная двойственность человека. С одной стороны самолюбование, а с другой стороны есть некоторый ужас обоих от самого себя. Это две абсолютно равные части. Мы всегда во всех формах своего поведения состоим из двух абсолютно равных частей, которые постоянно борются друг с другом и ни одна из которых не может победить. Я бы назвал эти вещи самолюбованием и скорее желанием быть частью. Потому что я могу сколько угодно, сколько угодно долго любоваться собой, но мне все равно понадобится подтверждение другого. Мне, например, очень нужно ваше подтверждение. Вы приходите, значит я вот этот старый с мешками под глазами еще могу быть кому-то интересен. Это Ролломей, цитирую. Это подводит к нас к наиболее важному моменту из всего того, что было сказано выше. Относительно понимания, динамики, самобичевания. Столь частого явления в наше время. А именно, слушайте внимательно. Обличать самого себя, это самый простой путь. Получить некое замещение ощущения собственной значимости. Люди, которые сильно, но еще не до конца, утратили ощущение собственной ценности, как правило, испытывают очень сильную потребность обличать самих себя. Поскольку это самый проверенный способ притупить сильную боль, связанную с ощущением ничтожности и испытанным унижением. Как если бы человек говорил себе? Ведь я, наверное, что-то представляю из себя, если заслуживаю столь сильное презрение. Или же Посмотрите, какой я важный. У меня такие высокие идеалы, и мне так стыдно за самого себя, что я не оправдываю собственных ожиданий. Однажды один психоаналитик многозначительно заметил, что когда некто в процессе психоанализа долгое время ругает себя за какие-нибудь прегрешения, он как будто спрашивает у вас, ну и какой же я по-вашему? Очень часто человек, склонный к самобичеванию, пытается продемонстрировать собственную значимость, говоря, вот смотрите, даже Бог меня наказал. В Босхо все очень четко. Женщина, обратите внимание, женщина, гордыня во всем мире она, женщина с зеркалом. Она просто закрывает себе лицо. Она ничего не видит. И даже руку к шкафу протягивает, как слепая. Вот, собственно, вся гордыня. Это попытка отвернуться от мира, а значит от смыслов. Я особенно, я не заслуживаю жизни такой, как у всех остальных. Я заслуживаю что-то гораздо больше. Вот Александр Храмов пишет, а может это присущим молодым богам чистое самолюбование. Элемент остается, но суть-то главнее и становится важнее то, чем делишься с людьми, чем сам источник. Ну, в общем, да, я об этом же ровно не говорю. Я говорю о том, что любовь к самому себе это то, что человек, как правило, выносит из страданий. А нарциссизм это нежелание страдать даже в малой степени. Что демонстрируют египтяне по отношению к Иосифу? Смирение, бесконечное уважение к его мудрости. Я бы сказал, что это и есть, наверное, так как это книга бытия. Первая книга Библии. Что это и есть настоящее смирение? Способность уважать мудрость другого. Причем, обратите внимание, любого другого. Потому что в любом глупце, даже в любом хаме живет своя притча и своя мудрость. Ну, может быть, не преклоняться, конечно, как египтяне относились к Иосифу, но уважать. Самолюбие это способность ощущать собственную ценность. Эгоизм это способность почувствовать себя в центре. Нарциссизм это полное отгораживание от мира, всегда сопровождающийся любованием самим собой и одновременно ненавистью к самому себе. Это всем известно, всем нарциссам. От этого же умер нарцисс из мифа. Чем больше сам собой любуешься, тем больше сам себя ненавидишь. Отчего он умер-то иначе? Сейчас я закрою все это. Поэтому фигурка на столе просто задумчивый чертик. Именно задумчивый. На мой взгляд, что-то такое сидит в каждом из нас. И это самый лучший образ периодически неизвестно откуда выскакивающего, но совершенно необходимого человеку самолюбия. А о второй половине попробуем поговорить во вторник. Хорошо? Спасибо всем большущие. Спокойной ночи. И то, что не прояснили сегодня, проясним во вторник. Ладно? Очень рад был вас видеть. Ну и до встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok